Ребят, здорово, это Шамшурин, и я хочу пригласить вас на свой тренинг-практика, который стал уже очень популярен и эффективен. И из наших продуктов, пожалуй, сейчас это флагманский, потому что мы когда-то сели с моей командой, подумали и заморочились над тем, что я понял, что рассказывать теорию, которая, ну, конечно же, отличается, но плюс-минус все равно она об одном и том же, мне больше не хочется, да, и поэтому мы решили сделать такой формат, чтобы вынесли теоретический материал за рамки мероприятия, то есть мы заранее вам его отправляем, высылаем, вот, и после чего вы приходите уже на сам тренинг, в сам этот процесс, эти три с половиной дня, ну, фактически четыре, да, мы уже занимаемся только практикой, то есть практика это как раз тот затык, с которым мне могут справиться большинство мужчин, которые хотят научиться эффективно общаться с девушками. Когда я говорю про общение, то, опять же, мой тренинг давным-давно вышел за банальные знакомства, то есть что мы делаем там, мы, конечно же, отрабатываем процесс знакомства, мы отрабатываем какой-то автоматизм и состояние твоего комфорта, который даст тебе ощущение того, что в любой момент везде всегда будешь готов к тому, чтобы пойти и познакомиться с понравившейся девушкой, то есть мы отрабатываем вопрос общения, все, что связано с общением. То есть общение – это не только о чем говорить, общение – это и умение заинтересовать своей личностью, это умение, как бы, понимать женскую психологию, отработать какие-то проверки, возражения, то есть очень много чего. Это и свидание, и у нас уже на третий день в субботу парни идут на свидание с теми девушками, с которыми они познакомились вот в предыдущий день. Это и разбор этих свиданий, это и момент перехода к сексу и, соответственно, то, что делать после этого. Часто возникают вопросы про отношения, могу сказать, что и это там мы, конечно же, тоже затрагиваем. Вообще скоро будет отдельный тренинг про отношения. Но по большому счету это всегда индивидуальные вопросы. То есть есть какие-то базовые вещи, похожие, одинаковые, которые можно рассказать про отношения мужчин и женщин. Но по большому счету, еще раз, все ситуации уникальны, и мы их разбираем непосредственно на месте на тренинге практика. После чего вы получаете задания на месяц вперед, которые позволяют вам задержаться и укрепиться в этой реальности, а не получить откат. После чего вы получаете информацию о проведении свиданий. То есть по большому счету этот тренинг затрагивает все пласты общения с женщиной на начальных этапах. Вот. Что-то у меня тут за светом какая-то херня. О, нормально. И тут недавно, после одного из моих видосов, где я очень жестко разбирал человека, некоторые особо ранимые личности написали, вот, вас там еще и ругают, на вас там кричат за ваши деньги. Да, то есть смотрите, я хотел бы пояснить этот момент. Те тренинги, которые я проходил в своей жизни, их было достаточно много. Те, которые оставили особенно сильный след и продвинули меня куда-то вперед, на этих тренингах со мной обращались, мягко говоря, намного жестче, чем вы видели. Вас никто не заставляет туда идти, это ваш выбор. Я могу сказать от себя, у меня мнение такое, что жизнь, она устроена таким образом, что она не будет с вами церемониться, она не будет вас гладить по голове. То есть в жизни бывают ситуации, когда она просто жестко ставит вас перед фактом, когда нужно встретить ситуацию лицом к лицу. Иногда это бывает очень больно, жестко и так далее. Если с вами сисюкаться там, то ничего хорошего не будет. Самый главный результат, который вы получаете. Как я вам дам этот результат, это уже мои проблемы. Конечно же, в какие-то моменты мы с вами очень добры, мягки. Я имею в виду меня и мою команду. Вкрадчивы, нежны. Но бывают и моменты, когда если человек не понимает слов, то есть нужно применить какие-то другие методы воздействия. Наша задача, чтобы этот человек ушел оттуда с результатом и довольны. Если бы нам было на него насрать, то, пожалуй, никто бы на него не кричал, никто бы его не разъебывал, никто бы не делал с ним ничего. По сути. Ну, сидишь и сидишь. Прослушаешь лекцию и уйдешь. Это не лекция. Поэтому еще раз хочу вам напомнить, что тренинг-практика – это и есть практика. То есть я вместе с вами, с каждым из вас, плюс остальные мои тренеры, плюс еще команда поддержки и саппортов. То есть там только человек 6 из 20 вашим. Это команда поддержки. То есть вас 20 и нас где-то, человек 6-8. Поэтому внимания на каждого человека хватит за глаза. Я лично с каждым буду ходить по улице, в метро, по торговым центрам, где угодно. То есть мы будем отрабатывать это на красивых, живых девушках. И, соответственно, я буду вместе с вами выполнять эти задания. Также и мои тренеры. Это самый эффективный формат. Он очень хорошо зашел. Очень много положительных отзывов. Ребята едут с Германии, с Англии, с Венгрии, с Беларуси, с Украины, с Камчатки, с Благовещенской. Ну, то есть народ летит по 9 часов на самолете для того, чтобы пройти этот тренинг. И, собственно говоря, у нас был один товарищ недавно, который до этого заморачивался. Он прошел очень много разных проектов именно по теме пикапа, общения с женщинами. И он без лишней скромности, как бы я повторяю его слова, он сказал, что, ребят, нигде нет такого, чтобы сами тренеры ходили и вместе с вами выполняли практику. Поэтому, если вы хотите научиться, а я понимаю, что самый большой затык у вас всегда, это с выполнением практических упражнений. То есть общение с девушками и с женщинами, построение с ними отношений, это исключительно практический навык. Во-первых, конечно же, базово нужно понять психологию отношений, психологию полов, психологию общения с девушкой и этого там в избытке. И второе, что нужно понять, понять через тело, через практику, через опыт, что делая какие-то вещи, противоположные тому, как нас научило общество, по большей части сильно заточенное под женщин, вы получаете тот результат, который хотели. Почему вы самостоятельно не можете сделать? Потому что у вас не хватает количества, вы делаете намного меньше и не так интенсивно. Плюс вы себя жалеете, вы ставите какие-то двойные стандарты, то есть, соответственно, какое-то задание или занятие вы будете делать на одних девушках, какое-то не будете и так далее, и так далее. Потому что ваш страх быть отвергнутым, он зачастую настолько силен, ну или страх того, что общество у вас как-то не так оценит, что он мешает вам жить дальше. То есть, уровень страха у всех разный, у кого-то он прям зашкаливает. С этим надо что-то делать, потому что счастливой и хорошей жизни здесь не получится, если вы будете продолжать дальше быть скованы своими страхами. Поэтому я вас приглашаю 28 по 31 марта на свой тренинг практика, у нас уже больше половины группы собрано, осталось еще несколько мест, успевайте, ссылка для записи под этим видео. И в этом видосе вы сможете посмотреть отзывы многочисленных участников. Опять же, далеко не все снимают отзывы, потому что тема такая, что люди не хотят палиться, они говорят, пусть все думают, что мы сами по себе такими стали, ну ладно, ради бога. Мне от этого, в принципе, не менее приятно. И в этом видео вы посмотрите отзывы тех ребят, которые недавно прошли практику. Заметьте, что абсолютно разный народ, абсолютно разные возраста, разные профессии, разные типажи. Это для тех, кто тут говорит, что нужны деньги. Это для тех, кто говорит, что нужно быть там красивым и выйти лицом. Вот, то есть у вас не останется вариантов, как обманывать себя дальше и говорить себе, что ой, я рожей не вышел, я там низкого роста, я лысый, я там рыжий, не знаю, я бедный, я богатый. То есть нет, чуваки, это все только в вашей башке. Это очень удобно рассказывать себе для того, чтобы не чувствовать себя абсолютно полным бездельником, который ничего не меняет в своей жизни. Я желаю каждому из вас, чтобы вы были счастливы, самое главное. Что вам нужно для счастья? В моем понимании, для счастья однозначно нужны и базово, и первично нужны хорошие, крепкие, теплые отношения со своей любимой женщиной по итогу. Но поначалу, пока вы молоды, хочется еще и погулять, почувствовать себя востребованным, почувствовать себя таким самцом, охотником, у которого все получается. Это тоже хорошо, это тот же период, который надо прожить. В жизни есть разные периоды, и каждый из них надо по-своему, по кайфу прожить, отжать из него максимум. Поэтому смотрите отзывы, ребят, буду очень рад вас видеть, буду рад вместе с вами делать эту практику. В Москве весна, огромное количество женщин. Мы будем везде, мы будем в метро, мы будем на улице, мы будем в торговых центрах. Вы будете проводить свидания, мы будем все это разбирать. И с утра до вечера заниматься только практикой, только внедрением. Плюс каждому из вас будут даны персональные рекомендации. В этом и фишка, что когда каждый из тренеров по очереди, получается, бегает с каждым человеком по улице, ходит, в некоторых словах бегает, смущает, то мы имеем такую возможность видеть все ваши косяки, не только в общении с женщинами. То есть, общение с женщинами – это следствие, это лакмусовая бумажка, которая показывает какие-то моменты, которые вообще там очень сильно оголяются в этом тренинге. То есть, которые показывают вообще то, как вы живете, то, как вы проявляетесь в жизни. И, соответственно, по этой причине у нас есть очень много возможностей увидеть все эти ваши косяки, донести их до вас, если вы не поймете с первого раза, мы будем их вдалбливать столько, сколько нужно. Если надо, мы будем на вас орать. Все, что угодно. Но наша задача, чтобы вы ушли довольными и счастливыми. Но, чтобы вы понимали, здесь придется поработать. Наша задача моей команды, меня и моей команды – дать свой максимум, ваша задача – забрать свой максимум. Если вы ждете волшебные таблетки, это не к нам. Все остальные, смотрите отзывы и, опять же, записывайтесь на тренинг. Ссылка под видео. Скоро стартуем. Это был Шамшурин. Пока. Привет, ребята. Меня зовут Санек. Меня зовут Денис. Мне 32 года. Здорово. Меня зовут Володя. Я живу в Москве. Занимаюсь бизнес-коучингом. Привет. Я Андрей из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей Новокузненский. Всем привет. Меня зовут Саша. Мне 21 год. Всем привет. Меня зовут Женя. Он 6 лет. Пасе 25 лет. Питер. Меня зовут Ильфат. Я из города Казани. Меня зовут Ренат. Мне 23 года. Меня зовут Серега. Мне 27. Всем привет, ребят. Меня зовут Павел. Я военный. Я пришел к Шамшурину, и я дико доволен. Сегодня четвертый день. Я выжат как лимон. Я устал как пес просто. Но это было отрицающе, конечно. Пацаны, тренера, в респект. Денчик, красавчик. Все, все молодцы. Моя личная проблема была в том, что осознание, что мне это самому надо, и что пока ты сам не пойдешь что-то делать, ничего не изменится, оно приходило довольно-таки долго. Во время тренинга, конечно, испытал вообще очень сильнейший стресс. Ну, это очень крутое прям чувство. Я прям всем советую. Тренинг, сразу скажу, он тяжело его проходить. Там над вами никто не будет сюсюкаться, как-то вас там по попке бить. Давай, чувак, пожалуйста. Нихера. Здесь прям такие спартанские условия. Но, тем не менее, здесь реально выходишь настоящим мужиком. С самого начала была сложная. Но когда ты закрываешь какой-то день, и при этом у тебя закрыты все задания, которые ты делал, ты чувствуешь офигенный прилив сил, ты реально чувствуешь, что в тебе что-то изменилось, что ты уже смотришь на какие-то вещи совсем по-другому. Самый офигенный большой плюс – это обратная связь, которую ты получаешь непосредственно от людей, которые при тебе могут тебе показать, как это, что это. Плюс смотрят вообще за твоими подходами, как ты это делаешь. И объясняют, что не так, что так. Да и вот эти все задания неординарные. Прям аж выворачивали, прям мозг аж вскрывали. Выходя от этого тренинга каждый день, я записывал себя на видео, чтобы сравнить с предыдущим собой. И это была колоссальная разница. То есть у меня реально горели глаза. Ребят, не забивайте на себя. И жизнь, она очень действительно короткое время пролетает быстро. И если вы сейчас не займетесь собой, завтра, завтра он никогда не наступит. Жесть какая-то там, ну как это, ты думаешь, тебе там нафиг пошлют или еще что-нибудь. А вот эти там нормальные реакции, и ты, как бы, офигеваешь, что тебя там внутри прямо что-то перещёлкивает. Как-то эффект был колоссальный. Я сразу как-то, такое ощущение, что спало что-то такое внутри. Такое интересное, сразу так встрепенулся. Самое главное, что я это знал, как бы, ну это забываешь со временем. Все, что есть, нету никакой границы. Это есть, возьми, подойди, возьми. Это все твоё, все зависит только в голове. Если сам себе позволяешь, это будет твоё. В отношении к женщине, ну, стал себя чувствовать более уверенно. То есть раньше даже не мог подойти на улицу, но мне стрёмно было. То есть сейчас, себя разогнав, я могу, ну, практически к любой девушке подойти. Тренинг помог разогнать психку, особенно третий день был самый удивительный в моей жизни. Выполнял дикие задания, получил невероятный пинок. И в конечном итоге закончилось суперскими приключениями, которые я никогда не забуду. Реально дают методологию, да, то есть это на самом деле очень важно, когда ты делаешь не аку, как, а когда ты делаешь всё осознанно, понимая, что этим шагом, да, этими словами ты, как бы, ну, какие мысли, какие вот, ну, что закладываешь в сознание девушки, ну, о себе, да. Также они дают чёткую инструкцию, да, как вот на ком этапе, что делать. Это на самом деле очень важно, потому что, ну, без этого, грубо говоря, это просто игра в лотерею. Ну, разрешил себе подходить, там, к более красивым женщинам, разрешил себе им отказывать. И меня реально отпустило. Ну, состояние после – это полный, там, телефон, номеров. Я приехал в Россию, я недавно начал смотреть в интернете разных ребят. И я увидел вас, получается, Вову, и вот ребята его, что реально профессионалы, получается, они знают своё дело, потому что они практику показывают. Они не рассказывают какие-то сказки. Тренинг повлиял в целом на какое-то моё восприятие, общение с людьми, с коллегами и не только с девушками. Есть какая-то поддержка за меня, и есть то, кому могу подойти и сказать, слушай, не получается. Мне с того, кто говорят, когда скажут, вот к ней подойти, ты говоришь, слушай, ну, подожди, я прям такая, всё, пошёл. Тренингера, саппорты, то есть те люди, которые нас этому учат, они подходят и уделяют время каждому человеку. То есть каждый человек получает ту информацию, те задания, которые помогут именно ему. Сразу скажу, мужики, не сдавайтесь, перебарывайте в себе это, идите вперёд. Что касается четвёртого дня тренинга, у меня просто выстрелило. И это не день такой пиздатый, это я такой пиздатый. Каждый, каждый это может. Просто надо когда-то начинать. Я очень рад, что есть такие ребята, которые не просто себя продают, они уже свой бренд имеют. И вот эту энергию внутреннего бренда они отдают по максимуму. Собственно говоря, никакой волшебной пироги вам не дают. Вас заставляют на этом тренинге делать те упражнения, которые вам с какой-то стороны некомфортны. Не для тех людей, которые хотят остаться в своей тарелке, не для тех людей, которые лежат на диване и чувствуют себя комфортно. Это те люди, которые, возможно, и лежат на диване, но понимают, что так делать не нужно, и я хочу с этим что-то поделать. Вам, Юра, Денис, Володя, большое спасибо. Я получил от вас тот результат, который не мог позволить себе получить в течение 22 лет. Этим парням незачем тебе говорить неправду. Они говорят то, что видят. Кому-то досталась большая порция правды в лицо, кому-то меньше. Но факт остается фактом, что каждый человек, который приходит туда, он получает очень крутой опыт. Это прямо стоит того. То есть, если у вас встает вопрос, ехать ли или нет, то прямо ехать 100%. Ехать просто, бросать все и ехать. Постоянно находятся какие-то отмазки, постоянно находятся какие-то причины, чтобы не делать того, что реально тебе надо. То, что тебе больше всех, казалось бы, нужно. И чем дольше ты живешь, тем больше этот обман вживается в твой мозг, и ты начинаешь верить в него. Тяжело признаться себе, что у тебя есть проблемы, пацаны, но лечение проблемы так и начинается. Это был крутейший опыт. Я всем очень сильно благодарен. И пацаны, даже не думайте. У меня появились яйца, и появилась возможность знакомиться с девушками, потому что за все 23 года, что я вообще живу, мне 23 года, я ни разу не знакомился с девушками до Володиного тренинга. То, что дает Володя, это необходимо мужику, необходимо иметь эти навыки для мужика, потому что даже вот зная по себе, я себя не чувствую до конца счастливым, когда я не могу подойти к понравившимся мне человеку, начать общение, да и просто нормально общаться с людьми. Тренинг, он развивает не только способности в плане подходов и прочего, но еще и способности в общении. Он помогает мужикам, мужчинам, парням, пацанам раскрыться и улучшить свою жизнь, именно наполнить ее эмоциями. Потому что жизнь, она вот так и проходит, что вау, офигенная девка, ну ладно, я завтра подойду или не сегодня, или я там стрёмно одет, или ладно, я когда начну кучу денег зарабатывать. Это не так важно. Парни, я вам настоятельно рекомендую, даже тем, которые думают, что они какие-то суперперцы, прийти на тренинг Шамшурина. Это очень крутая штука. Это поможет вам не только как-то наладить отношения с девками, да, то есть эти проблемы вообще решить полностью. Вы в дальнейшем научите развиваться себя, как-то продвигать себя и в другие стороны. У вас в продажах может что-то начать получаться. Я не знаю, где-то там в ремонте, в каких-то других отраслях, вы что-то новое начнете открывать. Реально хочется расти. Мужики, еще раз говорю, тренинг охуительный. Подумать надо обязательно идти, потому что неважно, это помогает и в работе, и в учебе. Ребята, не сомневайтесь, приезжайте. Даже те, кто считают, что у него всю жизнь не заебись, все хорошо, короче, это именно для вас. Воу, тебе большой респект, большое спасибо. Считаю, что стоило, стоило пойти сюда. Мужики, делайте, практикуйтесь, ебажьте и не сдавайтесь, и все у вас будет огонь. Я считаю так, что если вы хотите попробовать прокачаться, да, ну тут даже как бы девчонки на первом месте, да, ну и личностный рост на втором. Вот если два этих критерия вам необходима, вот, то как бы вот вам, вам к нам. Человека помещают в ту среду, когда он должен делать. Даже если ему страшно, даже если у него там трясутся ноги, руки там и так далее, там он не знает никакую теорию, он просто берет и делает. Мне нравится больше всего эта философия, что тут больше не про, даже не про пикап, не там про телочек, не знаю там про подходы, а вообще про развитие личности, развитие мужчины. Потому что мужчин должен быть мужчиной в первую очередь, и это помогает не только в плане съемок девок, а вообще по жизни, в бизнесе, в спорте, в чем угодно. Еще раз желаю вам счастья, ребят, желаю, чтобы у вас все на свете получилось. Было очень много сомнений, то есть борьба с собой, она была внутри своей головы, и нужно просто взять, приехать, сделать это, попробовать. Никто просто из вас, просто реально никто из вас не пожалеет. Все, аминь.